Привет, это English with Peter. Но, как и в моем доме. Ребят, всем привет! Рад вас приветствовать на очередном выпуске на канале English with Peter. Спасибо большое, что цените мое творчество. Сегодня мы продолжим, как обычно, изучать эту заговорную фразу, но перед началом давайте вспомним, как по-английски будет фраза «Со мной так всегда», но вот каждый раз со мной так в жизни. По-английски эта фраза будет «story of my life» – «история моей жизни». И вот какая домашка вас ждала. Обязательно ли нужно быть гориллой, чтобы поступить в ваше заведение? Боюсь, что да. Со мной так всегда отвечает Алан. А сегодня вы узнаете о суперкрутой фразе. По-русски мы говорим «глазом не успеешь мрогнуть, не успеешь оглянуться». По-английски эта фраза будет «the next thing you know». То есть как бы следующая вещь, которую ты будешь знать. Разумеется, у этой фразы есть грамматические вариации по типу «the next thing she knows», «the next thing we know», «the next thing I knew» и прочее. Напомню, друзья, задумка моего канала, помимо развлекательности, в его образовательности. Пардон за такие неологизмы. Мне хочется показать вам, что английский нужно изучать иным способом. Более естественным и при этом эффективным. Повторяя, проговаривая и запоминая устойчивые выражения, слова или какие-то реплики из диалогов. Поверьте, подобный подход имеет просто невероятную эффективность. Откройтесь для него, не занижайте свой уровень и всегда помните, что вы можете гораздо больше. Ладно, мы немножко отошли от темы, давайте знакомиться с примерами с фразой «the next thing you know». Сериал «Теория большого взрыва». У Леонардо очень напряженные отношения со своей матерью. Она психотерапевт и ведет себя очень холодно и сурово с ним. И он предупреждает Пенни, чтобы она также была поаккуратнее с ней. Иначе она может при этом пострадать. Ладно, только будь аккуратно. Тебе кажется, что ты с ней сближаешься, но ты оглянуться не успеешь, как ты становишься главным героем книги. Он это специально делает. Как воспитывает ребенка, который писает в кровать. Еще один пример из сериала «The Big Bang Theory». Пенни говорит Есть девчонка, которую я знаю, еще из Небраски. Ее зовут Кристи. Она позвонила и такая говорит «Как нам в Калифорнии?». Я говорю «Круто, это же не Небраска». Я и глазом моргнуть не успела, как она сама себя пригласила погостить и остаться у меня. Продолжаем знакомиться с фразой «The next thing you know». Серия примеров из друзей. Фибе очень плохо, и у нее рука тянется, позвони своему бывшему парню. Но, как всегда, это очень плохая затея. И Моника пытается переубедить Фиби, сравнивая это с ее зависимостью от сладкого. А раньше Моника была супер толстенькой. Моника продолжает изливать душу. Фиби, вот так всегда начинается. Мне совсем не хочется есть этот торт. Я только чуть-чуть понюхаю эту глазу. Моника продолжает изливать душу. Ну ладно, съем небольшой кусочек. Ну ладно, съем пару ломтиков. Ну и Моника заканчивает. Глазом моргнуть не успеешь, и ты уже весишь больше 100 килограмм. И застреваешь внутри горки в акулопарке. Пару занимательных моментов. Нам встретилось слово sliver. Не будьте его серебром. Так вот, sliver это небольшой, тонкий, узкий кусочек чего-либо. Торта, сыра и прочего. Но в этой фразе, помимо sliver, Моника также сказала slice. Так вот, slice это тоже кусочек. Но это кусочек такой уже более широкий. Например, стандартный обычный кусочек торта. Или кусочек пиццы, например. То есть, sliver узкий кусочек, slice обычный кусок. Двигаемся дальше. Фиби думает, что она поцеловала самого Ральфа Лорена. Ты поцеловала его? О, да. Фиби, ты серьезно, что ли? Да, я была там. Он зашел, представился. И я глянусь не успела, как мы уже целуемся. Еще один пример из друзей. Бедная Рэйчелл рассказывает. Я была в аэропорту и забиралась в такси. Когда эта огромная блондинка-сумочка начала кричать на меня. Рэйчелл продолжает. Почему эта блондинка начинала кричать на нее. Типа, она тут первая была с этой такси. Я ей оглянуться не успела, когда она начала меня за волосы таскать. Двигаемся дальше. Пример из отличного свеженького сериала «Миллиарды». Ты сдала меня. Что? Стоило мне рассказать тебе кое-что компроментирующее, и я глазом успеть не моргнул, как эти долбанные федералы, твой муж, вновь объявились по мою душу. Следующий пример будет сериала «Два с половиной человека». Чарли говорит. Поверь мне, если ты не доверяешь своей дочери, чтобы она самостоятельно принимала решения, если ты будешь контролировать ее жизнь, со временем она будет отвергать тебя. Believe me, if you don't trust your daughter to make her own decisions, if you try to control her life, she's just going to grow up to resent you. Believe me, if you don't trust your daughter to make her own decisions, if you try to control her life, she's just going to grow up to resent you. Ну и Чарли продолжает. And the next thing you know, she'll be trying to punish you by going out with some weasley little con artist like, well, me. And the next thing you know, she'll be trying to punish you by going out with some weasley little con artist, well, like me. Ты оглянуться не успеешь, как она будет пытаться проучить тебя, встречаясь с каким-нибудь скользким мошенником, ну, например, как я. And the next thing you know, she'll be trying to punish you by going out with some weasley little con artist like, well, me. Идем дальше, сериал «Город хищниц». You went to AA? Ron did. You went in for free coffee. Next thing you know, he's telling his life story. Постой, ты посещал общество анонимных алкоголиков? Рон посещал, он зашел за бесплатным кофе и оглянуться не успел, как рассказывал историю своей жизни. Wait, you went to AA? Ron did. He went in for free coffee. And the next thing you know, he's telling his life story. You went to AA? Ron did. He went in for free coffee. Next thing you know, he's telling his life story. Забарная аббревиатура AA. Для тех, кто из вас не знал, это общество анонимных алкоголиков. Anonymous Alcoholics. You went to AA? Идем дальше, примеры сериала «Майки Молли». Карл и Майк размышляют о женщинах. И вот какую тему они затронули. And we all know women are notorious blabbermouths. I hate to say it, but it is kind of true, isn't it? Нам всем известно, что у женщины язык без костей. Не хочется это признавать, но, пожалуй, ты прав. And we all know women are notorious blabbermouths. I hate to say it, but it's kind of true, isn't it? And we all know women are notorious blabbermouths. I hate to say it, but it is kind of true, isn't it? Ну и потом Карл продолжает. I tell my grandma one secret, and the next thing you know, everybody in church is peeking around to see if I'm really going commando underneath my choir robe. I tell my grandma one secret, and the next thing you know, everybody in church is peeking around to see if I'm really going commando underneath my choir robe. Я рассказал бабушке одну тайну и оглянуться не успел, как все в церкви уже были в курсе и пытались выяснить, есть ли у меня под моей церковной робой что-то внутри. I tell my grandma one secret, and the next thing you know, everybody in church is peeking around to see if I'm really going commando underneath my choir robe. Обратите внимание на произношение суперкрутого и занимательного слова хор, choir, чтобы он мог подумать, что его написание так сильно отличается от произношения. Также обратите внимание на слово notorious, notorious blabbermouths. По сути, это то же самое, что famous или popular, только в отрицательном значении. Например, Hitler was a notorious ruler. Также обратите внимание на фразу Это значит не носить нижнего белья. А вообще, commando это десантник. Остановимся в сериале Майки Молли еще на один пример и на сегодня он будет заключительным. Думаю, что я больше не увижусь с Кристиной. Ты о чем это? Ну и потом Молли рассказывает, о чем это она. Ну, она начала обзывать Карла плохими словами и оглянуться не успела, как выпнула ее из машины и показала ей средний палец в окно заднего вида. Друзья, если у вас имеются проблемы с произношением звука в английском языке, то вот отличный пример для практики. Итак, друзья, сегодня вы узнали, что фраза не успеешь оглянуться, глазом моргнуть не успеешь. По-английски будет Ну и в завершении, как обычно, оставлю видеоэпизод для тренировки понимания на слух. Повторится он 4 раза, никаких субтитров. Как говорится, А мы увидимся уже скоро, друзья. Stay tuned, guys. See you later. Субтитры сделал DimaTorzok